Добрый день дорогие зрители, с вами Open Science in Ukraine и меня зовут Гуслист Артём. В комментариях под видео нам задали вопрос, как именно обновиться с версией от GS3.0.2 до релиза 3.1. Вот сейчас я вам покажу, как это наглядно делается. Работать будем с тестовым нашим сайтом. Сейчас я вам продемонстрирую, да, вот этот сайт. Захожу в админку системной информации. Видим здесь, да, что 3.0.2 версия. То есть теперь нам необходимо скачать дистрибутив 3.1. Для этого можно зайти на официальный сайт Public Knowledge Project в раздел Download и скачать 3.1 версию. Либо же можно именно с самой админки сайта с помощью страницы Check for Updates, где вы увидите, что есть в релизе 3.1, и тут же скачать этот архив. Мы его уже предварительно скачали. Вот он перед вами на экранах. И подготовили его для дальнейшей загрузки на FTP-сервер сайта. То есть как именно мы его подготовили. Мы удаляем из дистрибутива 3.1 следующие файлы. Config, Favicon, Index, Robots и папку Public. Также проверьте, чтобы не было папки Files. Потому что до этого, честно говоря, скачивал, была папка Files здесь еще. То есть сейчас вы видите, ее здесь нет. После этого, вот мы уже заранее все удалили, подготовили. Вот. То есть это версия 3.1 уже готовая к загрузке на FTP-сервер сайта. После этого нам нужно с самого сайта удалить следующие папки. То есть мы удаляем все выделенные папки и файлы. Удаляем config. Удаляем redmi. Надеюсь, он ее быстро удалит. Хотя я в этом не уверен. Так ладно, пока удаляет, я сейчас расскажу, что делать дальше. Потому что потом пока копироваться будет тоже долго. Я на паузу нажму. То есть мы сейчас удаляем выделенные дистрибутивы. После этого мы наши из релиза 3.1 дистрибутивы закачиваем на сайт. Ну на FTP-сервер сайта имеется в виду. И все. Как бы сейчас, пока оно будет закачиваться, я нажму на паузу. И после этого продолжим наш видеоматериал. Так. Вот оно скопировало. Вот вы видите наш дистрибутив 3.1 на сайте тестовом. Проверим. То есть да, видите, ошибка базы данных. Как бы все нормально. Теперь нам необходимо в файле config.inq.php заменить install.on на install.off. Так, обновляем. Так, ошибка осталась так же, но это из-за адреса. Вот видели, да, я убрал, получается, предыдущие инициалы журнала. Вот они были. Аббревиатура журнала, которая в config прописывается с сайта. Но в настройках имеется в виду. Я ее убираю отсюда. И у нас включается установка версии 3.1.0. Нажимаем на тиснете D. И нажимаем на VIT Open Journal Systems. Сейчас происходит обновление системы. В любом случае, ну, по идее, оно должно завершиться успешно. Мы еще не сталкивались с проблемами. То есть, если у вас во время установки будут какие-то проблемы, либо же, если вы делаете все по инструкции, по этому видеоматериалу у вас есть какие-то проблемы, какие-то ошибки, пожалуйста, связывайтесь с нами. Пишите нам в комментариях, оставляйте свои какие-то заметки или, не знаю, ошибки, которые у вас возникли, проблемы, трудности. Мы обязательно посмотрим, разберемся с этим. Снимем об этом видеоматериал. Так, тем временем оно еще все обновляется. Вот оно обновилось. Видите, да? Оновление от JS до версии 3.1.0. Завершено, успешено. После этого мы возвращаемся к нашему файлу config.php и меняем install.off на install.on. Сохраняемся. И смотрим. Вот наш тот же самый журнал, только теперь на версии 3.1.0. Как бы вот и все. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотры. Всего доброго. До свидания.